здравствуйте друзья рады вас приветствовать на нашем канале творческая семья я покажу как плести вот такие жгутики мозаичным плетением вот я сделала разноцветные можно их делать одним цветом но я покажу как уже добавлять цвет вот здесь у меня просто идет одна полосочка а здесь идет уже с поворотами такие треугольнички я покажу как можно развернуть вот эту полосочку здесь я вот взяла просто укрепила будем работать с пятью бисеринками я просто из пяти сделала три затянула в кружочек и пришила замочек не так больше нравится но можно вот такой колпачок сделать маленький колпачок или можно большой колпачок сделать это уже кому как нравится нам нужно бисер я буду работать с бисером номер 9 самый идеальный вариант это десятка для такого плетения вот девятка и и вот это тоже у меня девятка я буду с пяти бисеринами плести мне 5 бисеринок держит форму 5 если взять побольше там побольше бисеринок 7 или там и тогда надо будет что-то вставлять вовнутрь тогда нужно лишь на урок или что-то вставить внутрь чтобы держала бы форму но вот 5 бисеринок она держит форму ничего вставлять не надо можно плести из четырех но я покажу с пяти с пяти бисеринок нам нужен это бисер номер девять иголка нитка лучше берите нитку потолще удобнее будет плести оставляем кончик нитки что потом идите иголочку закрыть и пришить замочек поэтому чтобы потом новую нитку не вставлять оставьте ниточку для замочка чтобы сразу пришить замочек то вдруг не будет оставьте кусочек набираем 4 бисеринки желтых если бы одним цветом требования набрала бы 5 4 бисеринки желтые номер 9 и 1 оранжевая с одной полоской сразу покажу одну оранжевую и делаем мы круг вот кусочек оставим чтоб потом пришить замочек делаем круг прошло и еще несколько бисеринок чтобы плотнее полот колечко тамозаичное плетение вот такой круг я сделал но я не делаю узелки если мне немножечко распускать а вот этот конечек просто подтягиваю чтобы мне потом когда я буду пришивать замочек чтобы мне не прошить и узелок очень неприятно когда прошиваешь надо распускать поэтому я лучше потом поправляем начинаем плести мы берем по одной бисеринки если мы работаем с одним цветом значит мы берем только один цвет если мы работаем с дополнительным цветом то из какой бисеринки выходит ниточка ту тот цвет и берем сейчас ниточка у нас вышла вышла из желтые бисеринки знаешь берем желтую с десятки тоже красиво смотрится плетется только с десятки медленнее прибавляется ни одной бисеринки мы не пропускаем мы идем следующую вот у меня ниточка и прямо следующую я вхожу десятки тоже очень красиво смотрится так что можно плести с десятки тут вот я прошла ниточка у меня вышла из желтой значит я беру желтую дополнительный цвет тогда нужно обращать внимание не ниточка вышла из желтой я беру желтую бисеринку прохожу у меня ниточка вышла из оранжевый мете оранжевая беру оранжевую значит и прохожу следующую бисеринку так мы идем по кругу сначала круг не очень увиден будет больше уголочки такие можно просто даже посчитать что у вас должно быть пять уголочков 1 2 3 4 и 5 сейчас у нас ниточка выходит из пятого уголочка ни одной бисеринки мы не пропускаем вышли из желтой значит проходим желтую вначале мы видим первый ряд и чтобы не путаться мы идем по вершинкам но сейчас вы 4 желтых бисеринки одна бисеринка значит мы сюда проходим 2 бисеринка сюда проходим 3 сюда проходим до и 4 в оранжевую проходим мы должны 4 бисеринки набрать просто я объясняю что мы видим предыдущий ряд пока колечко у нас не сложилось и чтобы понимать в какие входить мы входим вершинки вот они и есть у нас второй ряд вершинки эти выходим из желтой бисеринки берем желтую проходим потом мы конечно стянем в трубочку и там вообще хорошо будет видно так можно даже складывать но пока вот вершинки эти видны вышли желтой проходим вот желтую вышли из желтой берем желтую ниточку нас вышла из желтой берем и из вершинку и 4 желтая смотрите вышли мы из желтой берем желтую проходим через оранжевый вышли из оранжевый берем оранжевую ниточку нас вышла из оранжевой значит берем оранжевую и стараемся теперь уже подтянуть кружочек или считайте сверху 4 желтую должно быть и одна оранжевая прохожу через вершинку круг делаем и подтягиваем вот тут уже видно если даже запутались через какое-то идти вот так немножко сложили он у нас вот которого бисеринка как вершинка вот она вершинка мы ничего не пропускаем просто вам эту образуем трубочку а это у нас бисеринка предыдущего ряда если вот так запутались возьмите посчитайте бисеринки 4 должно быть и вы найдете нужную бисерин когда только в начале так сложно потом их очень-очень хорошо видно с подтягивая берем желтую проходим через желтую и подтянули как подтянули вот так немножко сложили сразу видно в какую надо входить вот она а это у нас предыдущий ряд мы просто пока видим предыдущие ряды которые мы проходим между бисеринками опять подтягиваем это вначале сложно потом уже все хорошо видно вот я сложила сразу видно как что нам вот она наверху у меня то бисеринка когда вы так сложатся до 2 бисеринки смотрите которая левее и выше той будет ваша это предыдущий ряд вышли мы из желтой бисеринки берем желтую и проходим через оранжевую бисеринку у нас уже тут три оранжевые так мне надо вытащить эту ниточку чтобы оттануны сверху оказалось и она мне тут мешает сейчас я просто вытащу сейчас так мы вышли из желтой вот так сложили вот видно выбирает следующий бисеринка желтая потому что ниточкой желтой и вот так сразу видно которая левее и выше протягиваем у нас уже трубочка получается вышли из оранжевой берем оранжевую бисеринку вот видите желтая вот она прямо выше друг выше чем это вот предыдущий ряд вот она сложите и увидите она прямо выпирает удобно видно все проходим через желтенькую подтягиваем чтобы трубочка у нас получалось вышли из желтой потом очень хорошо их видно это только в самом начале вот сложили видно вот она берем желтую проходим это просто несколько рядов вот так сложно увидеть наш 4 желтых бисеринки должно быть и идем дальше взяли желтую и проходим через желтую взяли желтую вот она следующий вот у нас ниточка выходит и сразу смотрим вот за эту брать или за эту не смотрите дальше смотрите рядом с ниточкой мы берем вот которая вот так как бы она вот вверх идет вот она вообще-то очень легко плетется просто в начале немножко в начале надо присмотреться даже те кто я столько тех жгутов делала но всегда начинаю всегда одинаково аккуратно вышли желтые желтую берем даже считаю если вы взяли бисеринку и она как будто вот тут провалилась вот в дырочке вот так прошлась значит вы какую-то бисеринку какую-то пропустили иголочку вытаскиваете и смотрите вершинки желтую взяли проходим через оранжевые проходим через оранжевые следующую у нас оранжевые из оранжевые вышли идем в следующую желтую вот уже уже образуется жгутик и уже уже удобней вот из какой бисеринки выходим у нас образуется полосочки сейчас немножко поплету и покажу идем по кругу я немножко проплела чтобы видно было бы вот видите вот этот вариант с полосками вот идут полоски теперь как развернуть эти полоски если вы хотите чтобы вот так вот такой зигзаг треугольнички были или просто зигзаг ну просто развернуть в другую сторону и тоже как какую-то форму создать я вот тут браво разворачивала под десять бисеринок и чтоб мне каждый раз эти десять бисеринок не считать я просто сюда выкладывала вот цветной бисер вот эти десять бисеринок я просто выкладывала чтоб не считать когда они заканчивались я снова брала десять бисеринок выкладывала и разворачивала ну сейчас я так много брать не буду смотрите видите они уже зубчики все видны вот видите я надеюсь вы это видно все зубчики все видны и они уже легко работать это в начале только но считаете считаете в начале вот так вот они все видны вот прям зубчики такие зубчики тут очень так теперь смотрите желтый выходит желтую прохожу бисеринку вот у нас напрям выпирает как башенка нам нужно развернуть цветной бисер например я буду разворачивать три бисеринки вы сколько хотите вот я и и и сюда высыпают три бисеринки чтобы узнать изе конечно хотите ровно ряд получить на 5 бисеринок вот и вот 5 бисеринок когда я опять про плиту 5 садом я снова беру 5 и разворачивать другую сторону мы когда проходили через оранжевую брали оранжевую теперь мы берем до оранжевых до оранжевой бисеринки вот мы желтой пошли сейчас он нужно брать желтую но мы делаем поворот на желтый не обращаем внимание мы обращаем внимание только вот на оранжевые мы брали за ней теперь мы будем брать перед бусинкой перед оранжевой берем оранжевые не за ней вот тут а спереди дней вот так мы делаем разворот а дальше все продолжаем как есть эти зубчики видны уже хорошо проблем нету плести начали может быть и будет сложности в этот круг зубчики пока увидите но советую постараться потому что жгуты очень хорошо смотрится вот вместе зубчик торчит ну так по кругу я иду там где желтый я просто желтая делаю здесь одна тонна это вообще проблем нету по кругу идите все вот мы дошли до оранжевый я беру оранжевый перед оранжевый перед оранжевый пера дальше опять продолжаю желтенькие плести вот видите у нас уже пошел разворот беру оранжевый желтенькую дальше все желтенькие тут даже не обращаем внимание видно желтые желтые видно видно даже не обращаем внимание мы тут обращаем внимание на оранжевые и берем следующую берем заран перед оранжевый перед оранжевый вот так мы делаем разворот вот видите у нас пошел треугольничек часа проплету эти две я беру последнюю отсчитанную бисеринку перед оранжевый закончились бисеринки я не набираю чтоб не запутаться просто иду по кругу просто иду по кругу чтобы я видела что у меня бисеринки кончились мне надо сделать поворот можно делать три желтых две оранжевых рядом можно через желтую делать можно квадратики делать это в одну сторону загиб и и в другую сторону те навстречу друг другу это уже я вам показала как это делать смотрите мне нужно бисеринки их нету я набираю 5 опять я вот там набирала по 10 чтобы так 5 вот мне нужно разворачивать если она идет отсюда слива направо теперь пойдет справа налево ведь и тюбанчик случился значит мы будем чтобы идти в ту сторону пошли то справа налево значит мы будем за оранжевый брать не передавать же за раньше это очень легко когда плести быть значит выберем желтую и теперь и теперь берем за оранжевый потому что мы хотим чтобы поворот у нас туда шел у нас сюда сейчас а теперь в другую сторону справа налево вот зубчики видно самое лучшее от я желтые это повторяем самое лучшее конечно прости из девятки она хорошо прибавляет хорошо смотрится но с десятки тоже очень хорошо смотрится тоже хорошо так по кругу идем в какую сторону у нас идет зигзаг с той стороны оранжевые набираем то у нас оранжевый идет а зигзаг туда идет значит мы с той стороны будем набирать с левой стороны от бисеринки оранжевой теперь набираем идем по кругу то вот так мы цветную развернули смотрите зигзаг здесь зигзаг и теперь он идет сюда справа налево зигзаг идет сейчас я проплету еще эти бисеринки вот я проплела вот видите тут треугольничек тут треугольничек сколько бисеринок чтобы делать поворот это уже сами смотрите просто я показала как я считаю что потом эти бисеринки мне не считать вот здесь вот так раз два три 4 5 потом опять раз два три 4 5 чтобы мне не терять вот тут я по 10 брала это для образца специально сделала показать как поворота я делала по 10 бисеринок так теперь я вам все объяснила теперь я покажу как закрывать замочек ну чтобы было бы удобнее я вот так скажу с оранжевыми потому что основной у меня желтый я прохал у меня здесь 5 бисеринок 5 бисеринок я их уменьшу вы конечно возьмете желтые чтобы не так заметно было я просто покажу что видно было одно уберем чтобы пришить замочек мы просто уменьшим и проходим сразу через два зубчика 3 2 прохожу мы просто уменьшим бисер снова лучше конечно желтый брать внутрь чтобы видно было переберу проходим две бисеринки 2 и снова проходим и в следующую оранжевую мы как бы соединили кружочек сделали и подтянули мы сделали кружочек из трех бисеринок раз два три еще можно по кругу вот через три эти бисеринки пройти делайте ну какой хотите с основного или с полосочек я просто показываю как это уменьшить было у нас 5 бисеринок у нас стало 3 бисеринки вот и я сделала под укрепляю круг укрепляю круг и теперь делаем узелок делала узелок у нас ниточка не вытягивалась сделаем узелок очень легко вот так пришивать можете делать колпачки но и так сделаем узелок и теперь можно приема пришивая замочек просто беру замочек и пришиваю его и беру противоположную сторону ниточку стягивая делаю узелок и вот так несколько раз у нас замочек и пришит вот так удобно мне больше нравится без клопачков хотя смотрите сами вот и вот так несколько раз и пришиваем а потом ниточку прячем так же само набираем вот сюда иголочку и делаем то же самое три бисеринки набираем и закрываем хотите делайте колпачки тогда мне вот может быть вокруг шеи это хорошо но на маленьком вот например вот здесь его такое массивное мне не нравится поэтому я вот здесь таки но вокруг шеи это возможно вот так раз и здесь замочек пишите или вот и вот эти маленькие колпачки еще можно сделать на гвоздик я посадила сделала колечко и посадила замочек а вообще-то в него так нравится но лучше брать с основного цвета я вам просто показалось цветного чтобы это хорошо было бы видно так взяли и укрепили спрятали ниточку из пяти сделали три и потом спятали ниточку и обрезали вот и вам показала какое можно сделать украшение с мозаичным плетением конечно в интернете много есть мозаичное плетение ничего я вам нового не показала я хотел только показать узор идею я хотела показать идею можно на однотонной делать номер 9 можно с десятки делать лучше потренироваться кто вообще не плетал то конечно лучше побольше бисеринки взять можно вот такой узор сделать можно один поворот сделать можно два цвета сделать для желтых коричневые оранжевые но теперь вы уже видите как это делается плетите очень красивый взор достанем